Дамы и господа, сегодня в студии у нас Павел Горбенко, основатель компании BlackRace, экспонента выставки Interlight Intelligent Building. Компания BlackRace занимается слайдмейпингом. Павел, что такое слайдмейпинг? Слайдмейпинг – это технология, которая находится на стыке классического архитектурного освещения и шоу освещения, медиа-архитектуры. Все вы видели видеомейпинг – это когда на здании красиво происходит шоу на видеопроекторах. Как правило, такие шоу делаются на 1-2, максимум неделю в рамках мероприятия, но не используются для стационарной реализации, потому что достаточно дорогое решение для того, чтобы делать простое архитектурное освещение. К тому же видеоизображение на фасаде не всегда требуется. К видеопроекторам необходима пультовая, сотрудники сервера, электроника, которая запускает все это шоу. Это нужно все сопровождать. Мы разработали технологию, которая находится на стыке. Мы используем слайды. Это стеклянный светофильтр, который формирует само изображение. И проекторы светодиодные, которые способны спроецировать. То есть мы сильно упростили с одной стороны решение, но с другой стороны это решение позволяет стационарно установить оборудование. При российских климатических условиях оно сразу защищено, ему не требуется никакой дополнительный оператор. Мы здание сканируем, изображение по нему распределяем так, чтобы заблокировать свет в окна, чтобы не мешать людям смотреть на улицу. Так, чтобы все элементы были прорисованы. Мы можем любые цвета, любые формы создавать на фасаде. И все это собираем, знаете, как костюм по меркам шьется, то есть как костюмчик на здание сажаем. Это его вечерний образ и вечернее восприятие. Звучит как очень сложная, технологически сложная технология. У вас как собственные РНД, лаборатории, вы ученых привлекали или это ваши инженеры просто? Я светодизайном занимаюсь, вот в этом году 20 лет уже исполнилось. Я выходец из концертного театрального освещения, был художником по свету в Кремле два года главным. И мы делали очень большие мероприятия. Я знаю рынок светового оборудования, вообще увлекаюсь, люблю все, что связано со светом, с красивым, со светодизайном, изучаю. И в какой-то момент была придумана технология, я смотрел на серые дворы, и мне хотелось их немножко разукрасить, сделать приятную и комфортную обстановку во дворах. И технология, основа была то, чтобы сделать благоустройство световое, красоту навести во дворах. Потом дальше это все пошло. Мы вышли на фасады, административные здания, какие-то праздничные оформления. Сейчас мы начинали с того, чтобы блокировать свет в окна, потому что мы понимали, что мы не можем нарушать вертикальную освещенность. Мы научились определять положение окон, потом мы научились сводить между собой слайды для увеличения размера, а потом мы научились сводить их в несколько слоев, для того, чтобы повышать яркость, если это какая-то доминанта. Вот мы делали правительство Москвы, например, в центре, в Нарбате, и там очень высокая освещенность, нам приходилось в несколько слоев сводить. То есть антро-технология решает вопрос переосвещенности, то есть она обходит эту проблему, потому что, говорят, Москва переосвещена. Этой проблемы тоже у нас, этой проблемы нету. То есть мы на световое загрязнение минимально влияем, то есть потому что у нас весь свет сформирован и направлен на фасад, а не вскользь и в небо. Не в отражен, ну то есть прям эффективность, так сказать, максимально направлена на фасад, все туда и отражение уже минимальное. Технология видеомэппинга, она родственная для нас, то есть мы, как это, как двоюродные братья, да? То есть мы немножко другие, мы по-другому, у нас алгоритм, но они все равно равны, и поэтому, ну, родны, так сказать, поэтому называется слайдмэппинг. Понятно. Пришли к этому названию. Старший брат, но вы более современный. Мы сейчас занимаем, знаете, очень большой разрыв происходит между классическим архитектурным освещением, где у нас есть акценты, заливающие, там контуры и прочее, и медиа-архитектуры. Это вот медиафасады, какие-то, даже не то чтобы рекламные билборды, скорее больше с творчеством, ну, такие, знаете, как 3D-модели, иллюзии. Когда вы из любого здания, любое здание можете перестроить при помощи света. А здесь я говорю немножко про другое. Я говорю, что есть архитектурное освещение, которое классическое, и все вот светотехники к этому привыкли, светодизайнеры. И есть медиа-архитектура, это когда динамическое видео-шоу, это все, что связано с шоу-освещением, либо какими-то стационарными решениями, видеоэкранами. А между ними, как бы, очень большой разрыв. И слайдмэппинг как раз-таки заполняет вот эту вот доступную нишу и при этом позволяет делать яркие акценты в городе или очень аккуратно с этом работать. При этом можно менять концепцию, да, там месяц немножечко поднадоело, например, поменяли концепцию, уже другая там по сезонам, к праздникам. А какой из последних проектов вам больше всего, вот вам лично, больше всего запал в душу, то, что вы, из того, что вы делали? Проекты отличаются друг от друга сложностью и дизайном. Вот по дизайну мне больше всего по душе проект, который мы делали с художницей Викторией Вейсбрут в «Полярных зарях», там триптих из трех картин на трех торцах. Это вот очень позитивно. Что касается технически сложных проектов, самое, ну, тоже, это тоже доставляет определенное удовольствие. То, что мы сделали с правительством Москвы, 100 метров высоты, в центре города, ну, есть в мире компании, которые немножечко нас повторяют. Ну, вот они на каком-то уровне нашего развития. В мире есть компании, которые вас повторяют. В мире есть компании, которые тоже начали в этом направлении делать, и, ну, как-то подглядывая, подсматривая, потому что интересная эта тема. Я почувствовала такую гордость, что российскую компанию повторяют в мире, да. Тот уровень, который мы взяли еще в 20-м году, с 20-го на 21-й год переход, еще никто не повторил в мире. Мы сделали 5, ой, так, 3, 3, 3, 4, 5, да, 5 сведений, 5 слоев сводили с разных проекторов разной мощности на самую верхушку для того, чтобы ее выровнять по всему фасаду, выровнять освещенность. То есть 5 слоев, это 5 искаженных изображений должны в одну точку совпасть и получится правильно должно, ну, равномерно. Вот, это правительство Москвы. И второе, это скульптура «Мать-Бурятия», 15 метров высоты, и мы ее свели с разных точек и также в двойное наложение. В чем сложность этого проекта? Произвольные формы, то есть если мы работаем с плоскостью, мы как-то более-менее линейно понимаем, как растягивается изображение и как его заранее нужно подготовить, чтобы оно растянулось правильно. А когда объемная форма, то проектор с одной стороны растягивается в перспективе по складкам, по рукам, да, изображение прямое, оно начинает растягиваться. И теперь с другой стороны нам нужно подхватить, и оно тоже растягивается, и оно должно совпасть вот здесь. Я поняла, да, по кону это что-то трудно. Это пришлось немножечко усовершенствовать еще на один уровень технологии. То есть мы теперь можем светить объекты, подсвечивать 3D, произвольные формы. Это действительно... По сути рисовать светом? Да, мы рисуем светом. Знаете, я иногда так говорю, мы же производим оборудование, да, то есть мы создаем свет, луть, направляем его туда, куда нам нужно. У нас есть разные модели оптики, там, с широкого расстояния, с дальнего расстояния, мощности разные. Мы направляем его и слайдом отсекаем все, что за пределы улетает, все лишнее, а все, что внутри, все содержание мы разукрашиваем, то есть, ну, в любой цвет. Получается, мы прям предметно точно формируем, как, кто там, Микеланджело, от куска камня, все лишнее отсекаемое. Павел Горбенко, Стив Джобс, слайдмэппинга. Да, спасибо. Скажите, пожалуйста, на Интерлайт, что показываете, кого уже увидели, с кем пообщались, какое у вас вообще впечатление о выставке? Мы очень хорошо вчера пообщались на Академии, да, то есть я выступал, коллеги, наши друзья, все, это... Все здесь. Не сговариваясь, в первом докладе процентов, ну, 15 было про слайдмэппинг, потом я, потом во втором докладе еще 30 процентов про слайдмэппинг, это прям плотненько аудитория. Ну, и познакомились там с великими, так сказать, те, кто стоит у основания концепции Москвы, разработки концепции Москвы, то есть мы сейчас, во-первых, мы же прошли лабораторное испытание с Мосветом, мы проходим по всем стандартам и сильно, значительно их превосходим, ну, в хорошем плане. Это победа, наверное, сложно было, да, получить такое одобрение с подстандартизацией? Нам помогло агентство инноваций Москвы для соединения с Мосветом, мы сделали пилотные тестирования, прошли все испытания со светом, без света, и получается, что мы в окна, то, что мы блокируем сет в окна, мы светим меньше одного люкса. Меньше, чтобы вы понимали, допустим, 6-7 люкс – это уровень засветки от дорог в окна жилых помещений, это норма, а мы светим меньше одного люкса, то есть мы практически никак не влияем, меньше, чем фонари или машины, проезжающие мимо здания. Вот, нас внесли в список поставщиков Москвы, мы получили номер как инновационное решение, вот будем дальше развиваться. А хотим еще в концепцию Москвы внести, потому что, по идее, сейчас проекция, ну, никак не регламентирована, да, первое движение в этом направлении. Ну, на самом деле, это, конечно, место, где собираются все профессионалы, все знакомые, это такое отдельное событие, повидаться, повстречаться со всеми. А вы не первый год, да, выставляетесь на Interlight? Нет, не первый год. Мы в 17-м году первый раз выставлялись, тогда технологии еще, мы только патент получали. Тогда еще, знаете, как все произошло? Была идея, но не было оборудования, способного ее выполнить качественно. То есть, если оборудование использует разрядные лампы, то через тысячу, две тысячи, три тысячи часов они начнут, ну, менять цветность, там, зеленый, оранжевый, ну, в общем, разбегаться по цветности. Мы не сохраним проекцию, потому что она будет разбита на разные, поэтому нужно обязательно светодиодное. Но на тот момент светодиодного оборудования мощного не было, в принципе, то есть, ну, не было спроса, не было, куда его использовать, поэтому и на рынке-то не было. У кого-то были какие-то прототипы, но очень-очень слабые, оборудование доступное было, там, 120 ватт, но на здание 120 ватт, ну, светить это несерьезно. Мы создали свой прототип, мы объездили все выставки в поисках подходящего оборудования, не нашли ничего подходящего и все-таки продолжили свое решение, да, вот, разработали модельный ряд, технологию оттачивали, поэтому ушло некоторое время именно на подготовку, разработку технологий, эксперименты, продвижение. Потом мы продавали, приезжали на объект, показывали, вот, смотрите, мы так умеем, эксперимент делали, свет из окон вырезали. Они говорят, классно, здорово, а где такие проекты стоят? Мы говорим, ну, пока еще нигде. Они такие, ну, ладно, хорошо, мы тогда посмотрим, как вы будете развиваться, и потом, если что, закажем. Ну, и потом в какой-то момент мы преодолели эту границу, сделали первый кейс, второй, мы вышли уже на тендеры, ну, начали. Какой был первый кейс? Что помогло? Первый кейс был в Грозном. Помогло то, что наша проактивность, наверное, они искали, хотели сделать простую проекцию, ну, как бы, гоба проекцирования, вот, на что мы сказали, знаете, а мы умеем вот так. Они пригласили нас в Грозный, мы приехали, показали демонстрацию администрации, администрация сказала, ну, там улочка такая небольшая, ну, и вот хотели как-то ее там украсить. Администрация говорит, о, пойдем на площадь, выходим на площадь, вот, все, давай, я такой. А мы до этого сводили там, ну, одну-две проекции, а здесь 32 проекции. И я раньше думал, что срок у нас где-то три месяца, ну, там, согласование, монтаж, производство, а нам дали месяц, и еще масштаб больше, чем мы вообще, ну, я как бы все рассчитал по дням, по дням, по очередности этот. Я понял, что мы, в принципе, да, мы сможем это сделать, и для компании это было важно. Спали, но мало. Да, но это было, мне изначально не хотелось заниматься какой-то рекламой на асфальте, вот, какими-то мелкими проектами, хотелось, ну, сразу масштабное. Вот, это был первый масштабный, дальше уже легче было, потому что уже кейсы, уже пошли. Ну, потом начали портфолио набирать у нас и классические архитектурные освещения, и праздничные, и картины мы подсвечиваем, и сейчас и памятники промзонами. Мы сделали еще одно направление, которое работает для промзон. Промзон, это демаркация, навигация, линии разметки, опасные зоны, например, особенный большой спрос в полярных регионах, когда полярная ночь, темно. Промзона... Развитие Арктики сейчас, это такая тема везде, во всех отраслях почему-то. Ну, конкретно по развитию Арктики мы работаем немножко в другом направлении, там мультимедиапарк готовим, там есть тоже движение. Мы еще это обсудим когда-нибудь. А по промзонам мы вышли, вот с норильским никелем работаем, где-то проекты там с Газпромом, НЛМК. Когда машины затирают разметку, краску, у них начинает все смещаться. Это влияет на технику безопасности, на там, где людям ходить. Например, порт, человек с корабля спустился, и он первый раз находится на этой площадке, а там 30-тонные погрузчики летают с контейнерами, там очень динамика высокая. И нужно, чтобы человек не пошел туда, а прошел по своему направлению. Но пока он идет, у него краны, а под кранами ходить нельзя, поэтому краны автоматически включают опасную зону, когда он включен. Когда он отключен, опасная зона исчезает, появляются значки проходной зоны, он может пройти по всем меткам, ну, дальше, в общем. Там такой промышленный киберпанк. Умная навигация, да. Здорово с вами было познакомиться, встретиться. Классно, я вам желаю больших успехов. Прям очень вдохновляет ваш опыт. Большое спасибо. Спасибо вам большое.